МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго вам времени суток. Это телеканал «Инпакс». Спасибо, что вы с нами на влияние. Юра Аскеров со мной. Сегодня, Юра, мы будем говорить об Украине, о происходящем в Украине, и о том тех обстоятельствах, о том положении, в котором находится сегодня и церковь, и мы, и в Америке, и в Украине. Поэтому, Юра, тебе слово. Хорошо. Большое спасибо за слово. Я бы сегодня хотел поприветствовать вас, дорогие зрители. Будьте благословенны. Сегодня у нас будет интересная тема. Ну, я не знаю, как она. Чува, возврат. Другими словами, что Бог сегодня хочет сделать с церковью Украины? Почему? Потому что Бог сегодня хочет вернуть церковь Украины в то положение, в котором она была до 91-го года. Почему я так говорю? Потому что это была ревностная церковь, очень ревностная. Это была молитвенная церковь, это была миссионерская церковь, это была благословенная церковь, это церковь, которая хотела делать дело Божье. И это все было когда-то. Если мы будем смотреть сегодня, сегодня положение, ну, немножко другое. И частично, частично, я сегодня хотел бы говорить, что частичная вина в этой войне, которая есть, она и есть на стороне Украины, то есть украинских верующих. Я хочу, чтобы, дорогие друзья, вы меня правильно поняли. Не надо бросаться камушками. Давайте мы вместе поразмышляем. И в начале, в начале, в начале твоего обращения было, то есть, другим словом, вы не спешите делать выводы, дорогие зрители, по начальной стадии нашего эфира. То есть, прослушайте до конца, или, по крайней мере, до середины, и Юра Аскеров, он приложит толкование, что он момент в виду, почему верующие Украины частично виноваты в том. Да. И я бы хотел провести две вещи, сейчас в начале. Первое, это пророчество Тейлора Хадсона. Вы знаете, друзья, я сам миссионер. Я люблю миссионеров. Я люблю читать за миссионеров. Часто выезжал сам на миссионерские поля. И поэтому, друзья, слова этого миссионера, они очень важны и благословенны для нас. 1900 год. Хадсон Тейлор, руководитель внутренней китайской миссии, вертается в Великобританию. Возвращается. Да, возвращается. Я просто хотел немножечко рассказать за этого человека. Почему? Потому что это был уникальнейший человек. Это был благословеннейший человек. Если мы знаем на то время, многие миссионеры, которые приезжали в Китай, они больше делали миссии, ну, около берегов океана, морей. То есть, во внутренний Китай они не заходили. Почему? Во-первых, это была сильнейшая оппозиция той религии, которая была в Китае. Плюс, это была оппозиция китайских борцов, то есть, боксеров. Потому что при Хадсон и Тейлоре однажды оно, то есть, Тейлоре и Хадсоне, оно однажды проявилось. С третьей стороны, для того, чтобы идти во внутренний Китай, надо было принять китайские законы. И один из законов, который говорил, это нельзя мыться. Ну, как ни странно, но нельзя. И Тейлор идет, то есть, Хадсон Тейлор идет на это. Или, вернее, Тейлор Хадсон. Он идет на это. И находится девушка, которая соглашается быть его женой. И она тоже берет все эти обряды на себя. И, знаете, было то, что было вроде во время них восстание китайских борцов, то есть, боксеров. И, получается, верующие закрылись в одном из городов. Они молились. И они увидели, что эти люди подходят к стенам города. И проблема должна была вот-вот решиться в пользу этих боксеров. Но, к своему удивлению, они увидели, что боксеры начали убегать. Убегать от этого города. Хоть в других городах они наделали очень много проблем, очень много беды. Были убиты множество людей. Но от этого города они убегали. Почему они убегали? Потому что потом они сказали, на стенах они увидели ангелов. Другими словами, была проявлена божественная защита, божественное благословение для этих людей. И вот этот человек, который возглавлял эту внутреннюю китайскую миссию, то есть, английскую миссию в Китае, возвращается домой. И когда он ехал в поезде, он видел видение. Видение, которое сильно потрясло его. Видение мировой истории. Он видел и войны. Он видел поражение Российской империи в войне с Японией. Он видел революцию 5-го года, 17-го года, многое. Но в конце он увидел одну интересную вещь. Он увидел то, что именно с границ Российской империи, в которую тогда именно входила Украина, пойдет величайшее пробуждение. Величайшее пробуждение, которое охватит весь мир. Почему сегодня я говорю, что Бог хочет вернуть Украину в то состояние, с которым он может работать так, как он хочет работать. И вот мы видим, друзья, то, что именно в то время начиналось пробуждение именно на Западной Украине. На Западной Украине получается был как бы штудизм. Ну, это и Запад, и немножко Восточная Украина. Потом, когда после революции уже Западная Украина. Это была миссия Бергольца, Шмидта, которые приходили, проповедовали западным украинцам. И мой друг, то есть мой Шурин, работает в баптистской типографии в Луцке. Он мне показывал эти журналы с фотографиями тех времен в селах покаяния 100, 120, 150 человек принимали крещение. Это было что-то. То есть Бог готовил Западную Украину. И впоследствии это был приезд уже Воронаева на Восточную. На Восточную, да. И это тоже сыграло довольно большую роль. И уже впоследствии, даже во время коммунистического режима, Восточная Церковь, она делала работу. Западная Украина, когда присоединилась, то же самое. И мы видим, друзья, то, что Бог готовил Украину и на нее Он возлагал довольно сильные, как говорится, не то что надежды, но планы. Хорошо, друзья, а теперь я немножко прерву эту тему. Я хочу немножко поговорить за одну очень интересную книгу Библии. Я ее очень люблю. и люблю толкование этой книги с позиции иудаизма. Это книга Ионы. Это интереснейшая книга. И если мы внимательно посмотрим в нее, Юра, мы увидим огромные благословения и огромные ценности. Это раз. Но с другой стороны, мы увидим огромные предостережения сегодня для нас верующих. И вот смотрите, Бог посылает лучшего, я еще раз повторяю, лучшего пророка того времени в самую кровожадную страну, Ассирийскую империю и в город Неневию, которая была столицей этого государства. Люди были очень жестокие. Ну, история, я не знаю, говорит, что они иногда покрывали свои капищи кожей, которую живьем снимали, царей, которых они поработили. То есть, люди были очень жестокие. И вот Бог посылает этого пророка и говорит, иди в Неневию, город великий и скажи, сорок дней и Неневия будет разрушена. Вы знаете, друзья, сегодня мы смотрим Неневия, то есть, Иона, это не только пророк, это проповедник. Почему? Потому что слово проповедник, греческое керукс, это человек, который передает волю своего господина, то есть, тому, кому она предназначена. И у него была всего одна маленькая проповедь, сорок дней и Неневия будет разрушена. Все, больше он ничего не говорил. Это было слово, которое он получил от Всевышнего. Сегодня мы многих людей называем пророками, но они не пророки, то есть, они не проповедники, это просто люди, которые выходят, что-то рассказывают. Ну, извините, но у нас попадаются и люди, которые имеют дар проповедника. Почему? Потому что они молятся перед служением, они получают от Господа откровение, о чем говорить, то есть, что передать людям, которым он будет говорить, и это очень важно. И вот Иона пришел. Иону, между прочим, в Неневии знали. Иону знали. Почему? Потому что люди доложили царю, это Иона, это Иона, и царь тоже испугался. И он ходил и говорил всего одну проповедь, 40 дней и Неневия будет разрушена. Ни слова за покаяние, ни слова за смирение, ни слова за что-то другое, ни слова за откуп, ничего там не было. 40 дней и Неневия будет разрушена. Юра, я предваряю вопрос наших зрителей, которые интересуются, почему вы оставили одну тему и сразу перешли к другой. значит ты проводишь параллель между я предваряю, я забегаю наперед. Для того, чтобы успокоить некоторых зрителей, ты проводишь параллель между Ионой и сегодняшней Украиной. Я просто вот эти два места хочу соединить в одну и идти дальше. И вот смотрите, Иона добился того, что Неневия покаялась. Царь заставил всю Неневию, всех людей быть в посте и просить милости. Затем Иона был огорчен от того, что она покаялась. Это второй вопрос. Это второй вопрос. Но у Бога был совсем другой план, который знал Иона. Иона как пророк, Иона как человек, который знал Бога и Божий закон. Он должен был научить Неневию, Божьему закону. Ну, знаешь, Юрий, если мы проведем параллель, ребенок родился, ребеночка положили на лавочке, папа, бэбик, грейся, питайся, мы пошли. Результат смерти. Он умрет. Он умрет, потому что за ним надо ухаживать, за него надо кормить, за него надо беспокоиться. И вот получается, Неневия очень, то есть Иона очень огорчился. Он прекрасно знал одну вещь, что Бог в последствии может сказать Израилю, смотри, одна проповедь, всего лишь одна проповедь Ионы. И город, то есть Ионы и город покаялся. И люди, которые живут в нем покаялись. А Израиль сколько получал пророков, имея закон, имея благословение, благодать Божью, они не покаялись. И получается, Иона не захотел. Но меня дальше интересует результат. Смотрите, Иона даже убегал. Он убегал и на корабле фарсис. и на корабле эпизодическую бурю. То есть она не была на всем море. Она не была по всей местности. Она была в одном маленьком квадрате. Для чего? Потому что в этом квадрате плыл человек, который должен был исполнить волю Божью. Друзья, это очень важно. Это очень важно, потому что нас Бог избрал как исполнителей воли Божьей. Извините, не только сидеть в служениях, не только, извините, отдавать там деньги в церковь. Мы должны служить. Это наша обязанность. Это то, для чего Бог призвал нас. Хорошо. И получается, что даже люди, которые были на корабле, они послушали Иону, и они выбросили его. И они увидели, что случилось чудо. Море успокоилось. И эти люди стали первыми, как говорится, которые покаялись. Решил нам сегодня проповеди об Иону. об Иону. Нет, Юра. Я сегодня сравню Украину. Это Иона. Это Иона. И мы увидим результат. Мы увидим результат. Ну хорошо, я подойду уже к результату. Иона отказался. Я не знаю, или он умер там в Неневе, или что. Но прошло немного лет. И люди, которые покаялись, Писание говорит, если там не пребывает тот, значит, туда заходят семь злейших. И тогда стоит второе хуже первого. И проходит короткий промежуток времени, и орды ассириан, они завоюют, порабощают и разгоняют десять колен по всему миру. Вот смотрите, друзья, что получилось. Если Бог дает человеку план, если в глазах Божьих есть определенное предназначение для определенного человека и государства, значит, человек должен исполнить это предназначение. Если мы смотрим, для Израиля было предназначение быть светом для многих народов. И частично они его исполняли. И частично Бог благословлял их. И мы видим двенадцать апостолов, это тоже были евреями. Хорошо, друзья, и как бы я подведу для того, чтобы начать дальше. Если предназначение Божье, оно не исполняется, значит, человек получает хуже от того, с кем он должен был работать. В данном случае Иона, страна Ионы получила от Осирии сильнейший удар. А теперь идем к Украине. Я сегодня считаю, что Украина это и есть это Ниневия, то есть не Ниневия, а Иона, то есть государство, которое должно стать проповедником Божьей истины и Божьей милости. Почему я так говорю? Потому что такие пробуждения, как были в наше время, то есть когда каялся я, извините, в восемьдесят четвертом году, когда было первое такое крупное евангелиционное служение, это восемьдесят четвертый год, оно было на Щерца в молитвенном дому, сейчас этого молитвенного дома нету, его разобрали и убрали. Люди собираются в другом месте, но тогда приехала, привезли с Львовской, с Волынской, с других областей восемьдесят человек, восемьдесят неверующих человек, из которых были и наркоманы, и алкоголики, и остальное. И ты знаешь, было чудо, люди каялись, люди каялись, и люди обещали Всевышнему. И одним из покаявшихся был ты. Да, но я покаялся еще до этого призывного служения, почему? Потому что 4 мая группа молодежи не захотела пить кофе, кушать торт, они вышли на улицу, и они встретили моего одноклассника, который уже несколько раз посещал молитвенный дом. Я уже эту историю рассказывал много раз, и они меня пригласили на собрание, я им сказал, ребята, вы медведя в шахте видели? Они сказали, нет, так же само вы увидите меня в вашем собрании. Почему? воспитывался в духе атеизма, даже когда-то был руководителем комсомольского прожектора, это одно, с другой стороны, ну, уже, как говорится, судьба была поколочена, избита, ну, было уже не то, и я не знаю, что, но друг мне сказал, Юра, у тебя корона упадет, если мы с тобой пойдем послушаем, я говорю, да нет, ну, пошли, пошли, посидели, послушали, нас пригласили на следующее служение, ну, и получалось так, что я покаялся, я уже рассказывал, не буду говорить эту историю, я покаялся, но факт, важен факт того, что таких покаяний было много, и наша церковь в нашем городе, она на 50% состояла из людей, которые приехали из сел, уже будучи верующими, и 50% это были люди, которые покаялись мира, но мои хорошие знакомые были сметики тетя Фая и дядя Антон, это прекрасные люди, благословенные люди, это хлебосольные люди, когда мы сколько не приходили к Анатолию в гости, без чая, она нас никогда не отпускала, это была благословенная семья, все, и так же самое я знаю много других семей, которые пришли к Богу именно в тот момент, многие из них были коммунистами, были даже люди, которые занимали в партийных органах какие-то места. Как ты связываешь, я стараюсь понять тебя, как ты связываешь это с происходящим сегодня в Украине? Юр, ну мы цепочку сейчас сделаем, мы цепочку делаем. Настал 1987 год, я помню, это последнее служение, которое у нас было, и я помню, когда к нам пришли власти, и начали что-то, стал Леня Колонюк, и он сказал, братья, ну что вы этим людям... Прошу прощения, Леня Колонюка знаю ты и я, наших миллионы зрителей, они не знают Леня Колонюка, поэтому как бы нам так, чтобы более ближе быть к зрителям. это был член нашей церкви, благословенный брат, который часто говорил Божье Слово, ну и здесь в Америке тоже он занимается тем, что говорит Божье Слово. И он сказал служителям, они сами хотят, чтобы мы сюда ходили, а те улыбнулись, а что же мы хотим, чтобы мы сюда ходили, потому что если мы отсюда уйдем, вы завтра работу потеряете. Ну, наверное, его слова были пророческими, потому что буквально этот год, это был последний год, будем говорить, сильного атеизма. Уже на следующий год мы собирались на улицах, на площадях, все. К чему я это все веду? Пришло время свободы. Я знаю, очень много молитв было за пробуждение, и я эти слова помню сегодня. Вы меня ночью разбудите и скажите, о чем верующие молились, я скажу, Господь, дай нам свободу, и мы поедем проповедовать русскому народу. Смотрите, благословенный, Писание говорит, Писание говорит, не я говорю, если ты дал обет Богу, значит исполни его, постарайся, исполнили. Украина, Украина, которая дала обет идти в Российскую, как ты говоришь, империю, это было уже не Российская империя, а была Россия. И украинская церковь, евангельская, она исполнила свое предназначение в этой части. И на сегодняшний момент сотни, если не тысячи служителей в Украине, то есть в России, это выходцы из Украины, имеющие корни в Украине, и будучи даже по национальности украинцами. Поэтому я так забегаю наперед. Хорошо, Юра, это хорошая поправка. Но давайте мы посмотрим на одно действие. Прошу прощения, я держу, я держу. К сожалению, сейчас они боятся своего украинского происхождения, проживая в России, служа людям в России, будучи служителями, пастырями, епископами в России, они боятся своего украинского происхождения, стараются, так сказать, убрать это из кругозора властей российский, потому что они боятся, что ночью придут. То, что происходит. А, ты украинец, и клеймо тебе на лоб вешают, если ты в России живешь, что ты фашист, нацист, хотя прекрасно знает власть придержавшая в России, власть имущая, имеющая или имущая в России, они прекрасно знают, что ты не нацист, что ты не фашист, что ты не националист, но для того, чтобы свою пропаганду, свою пропаганду держать на плаву, что боремся с нацистами, с фашистами, украинцами, они это внедряют постоянно, постоянно, это на слуху, поэтому я так приложил, так сказать, толкование. Ты знаешь, Юра, была Иерусалимская церковь когда-то, ну, историки говорят, там было несколько тысяч человек в ней, но Богу мега церковь не нужна. Почему? Во-первых, служение имеют единицы, а все остальные пассивные эти самые. И вот Бог делает гонение, и Он разгоняет эту церковь. Разгоняет так, что по миру появляется много новых поместных церквей, довольно сильных, довольно благословенных, довольно миссионерских. Так же самое я сегодня хочу говорить, продолжить то, что я говорил. И после 91-го года, даже раньше немножко, многие те, которые говорили о пробуждении, которые говорили о проповеди Евангелия в России, Юра, мы дали слово Богу. Извини, это не то, что я тебе дал слово. Если я тебе даю слово, я стараюсь исполнить. Юра, но мы не только дали слово, мы исполнили это слово. Юра, мы его полностью не исполнили. в большой части, начиная до самых, до окраин, до Комсомольска-Навмуря, до Камчатки, там, где Радчуки трудились, ты прекрасно знаешь. Славик, то есть, Юра, Чукотка, это капли, это капельки, маленькие капельки. Смотри, если вы сегодня в исламе, я бы сказал бы, я хочу, например, в Нововолынске построить мечеть. Если бы я только сказал бы, Юра, и нашлись спонсоры, сразу, моментально. Я знаю положение миссионеров в Украине. Я сам миссионер, я ездил на миссии, я проводил миссионерам семинары, я выслушивал ихние разговоры, Юра, это, это, ну, что-то страшное. Люди живут в проголодь, а в некоторых местах группа миссионеров идет на работу для того, чтобы финансировать миссию. И они были успешными, Юра, я в противовес тебе скажу, они были успешными, находясь в проголоде, в голоде, они были успешнее, намного находясь в том состоянии, чем после того, прошу прощения, я твой оппонент или я твой собеседник? И то, и другое. Они были успешнее, Юра, намного, чем сейчас. Получили одно, второе и третье, получили зарплаты, получили, так сказать, хорошие условия для жизни, получили хорошие машины. Я говорю в большой части, я не говорю о всех, то есть, ну, в большой части этого, как мы говорим, контингента евангелистов, служителей, миссионеров, пастырей, они были тогда намного успешнее. Они это делали во имя Бога, во славу Бога и для Бога. Хорошо. На сегодняшний момент очень многие из нас, Юра, очень многие из нас смотрим на Америку, чтобы спонсировала, на церковь, чтобы спонсировала, 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 спонсировала. Смотри, начиная с 50-х, 40-х годов гонения, сталинизм, потом коммунизм, Хрущев, потом Брежнев и ежеподобные. Смотри, и наши отцы с тобой, наши отцы, наши деды, слушай, так как они жили, так как они страдали, то, что они имели, по сравнению с тем, что мы сегодня имеем, так это вообще, это сравнимо, возможно, с первоапостольской церковью. Я понимаю. О чем апостол Павел говорит, я в гонениях, я в уничижениях, я в слезах, то есть, я в стесненных обстоятельствах, он говорит, но мы не стесняем. Нас почитают ничем, и он перечисляет о своей деятельности, и смотри, чего они достигли, в тяжелых ситуациях, в тяжелых обстоятельствах, будучи гонимыми, убиваемыми, распиливыми пивами. Но смотри, но они успех такой имели. Продолжай, Юра. Хорошо, Юра, мы немножко ушли от темы. Мы в тему. Мы ушли, как говорится, возврат Украины на тот момент, когда Бог будет работать с ней, как пробуждение по всему миру. Не только где-то маленькие эпизодические моменты. Я знаю, я встречался с Величком в Ковеле, прекрасный брат, поехал в Лесосибирск, извините, много церквей. В другие места люди ездили, то же самое. Все хорошо, все благословенно, все прекрасно. А Гробовенко, а Эдуард Гробовенко, который уехал с Западной Украины, смотри, какое служение на сегодняшний момент. Смотри, какая церковь в этом, в Перми. И смотри, они тысячу церквей организовали. То есть, есть целый ряд персонажей. Юра, это капли, это капли, это капли. Понимаешь? Если бы мне кто-то сказал бы, что вот сегодня говорят, вот основное служение, вот должна быть церковь, никуда, ничего не... Ребята, если бы все было так, как вы говорите, я бы уже давным-давно был бы мертвым. А почему... Хорошо, Юра, задам вопрос тебе. Почему ты считаешь, что эта миссия на украинцах или на украинцах, а не на россиянах? Почему, Юра, во-первых, во-первых, люди поддержали Путина. С кафедры кричат, что он рулевой. Не, ну в 90-х годах, давай возвратимся, ты начал с 90-х. В 90-х годах Россия, в России практически верующих было очень мало. Это правда. Очень мало. С другой стороны, два союза не контактировали между собой, не было контакта. И когда получилось, что случайно я встретил руководителя союза 50-ников России, и я у него спросил, скажите, пожалуйста, от Нововолынска до Москвы сколько письмо идет? Он говорит, а почему вы меня спрашиваете? Я говорю, ровно 10 лет назад наша церковь послала вам письмо за меня, что я хочу быть миссионером в России. Церковь меня благословляет, все. И получилось так, что он говорит, я не знаю. Ну, он послушал проповедь, мы поговорили, и он меня послал в Смоленск, в церковь, там была филиал церкви Неемия. Он сказал, что он с Содорчуком договорился. Но я приехал, говорю, они говорят, слушайте, ребята, что у них, с головой не все в порядке. Ну, ты частный пример свой, ты хочешь, так сказать, не сказать. Дело в том, что я туда приехал, а мне в миссии говорят, что у них, с головой не все в порядке. Я говорю, а что такое? Но дело в том, что Содорчук уже пару месяцев как неудел. Там другой человек. Какое право он имеет это дело решать? Вот вопрос. Я хотел... Там началось перетягивание каната. Ну, я не знаю, Юра, я не знаю. Но дело в том, что у меня оттуда еще было желание ехать в Россию, проповедовать в России. Я понимал, я сам жил немножко в России, я знал специфику русского человека. И сегодня ты говоришь, почему? Ну, во-первых, люди поддержали и провозгласили товарища Путина фюрером, руководителем. Фюрер это с немецкого вождь. Он вождь. Они поддержали спецоперацию. Описание говорит, человек, который поддерживает или же лжесвидетеля, или убийцу, он становится тем же самым. Соучастник. Соучастником. И еврейский суд, еврейский суд, например, когда лжесвидетель свидетельствовал против человека, и потом обнаруживалось, что он лжесвидетель, то то наказание, которое думали дать человеку, теперь давалось лжесвидетелю. Как могут люди, извините, руки которых сегодня в крови, в украинской крови, которые поддержали убийство украинских детей, украинских женщин, украинских городов, а в Ирпидне, вроде, нашли могилу братскую, женщина, не только в Ирпидне, изолентой, связана с ребенком, а между ними взрывное устройство. Как могут эти люди, которые сегодня просят, чтобы, извините, Украина залилась кровью, как они сегодня, или что они будут кому говорить? Ну да. Каждый утюг в России и каждая стиральная машинка в России, она полна ненависти, ненависти против Украины, за исключением небольшой прослойки россиян, небольшой прослойки. Юра, но я скажу больше. А ну-ка. Пусть меня сейчас слушают люди в России, именно украинцы после этой войны придут туда проповедовать Евангелие. Дай Бог. Даст Бог. Да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Юра, я это знаю. Я тебе скажу, как Елкана Анне сказал. Я это знаю. Украинцы придут туда проповедовать Евангелие, потому что я немножко жил в России, немножко был в Москве, но я смотрел эти христианские концерты ихние. Извините, служением не назовешь, это концерт. Когда человек ходит по сцене, топчет сатану, а в конце служения говорит, помолитесь, пожалуйста, за меня, ну сатана меня преследует. Ну как это понять? Как это понять, когда проповедник рассказывает, прочитал слово Божье, а начинает рассказывать за себя, за какого-то дедушку, бабушку, вообще какие-то истории левые. Ну извините, это что, проповедь Божьего слова? Кто будет рассказывать? Если те деньги, которые люди приносят в церковь, и эти люди, то есть деньги предназначены обычно, во-первых, для бедных людей в церкви, во-вторых, для евангелизации, для помощи, они все идут служителям в карман. Это, к сожалению, не только в России, это и в Украине. Не знаю, как в Беларуси, но... Дело в том, что я всегда говорю, десятина не для церкви. Почему? Потому что храма нету. Извините, наши молитвенные дома, это не храмы, это синагоги. Храм, это был иудейский, он был один, но правда, второй был в Александрии, параллельный храм, мало кто знает об этом. Но это для тех, которые были в плен. Да, ну в плен. Они жили. Дело в том, что Александр Македонский, когда пришел в Иерусалим и когда его приняли, он увидел первосвященника, он пал ему в ноги, и десять лет назад, когда он собирался идти войной против персов-медеев, медейцев, именно муж в одеянии и в облике этого человека, первосвященника, встал перед ним и укреплял его. И когда Македонский увидел, он упал. Когда его подняли, его ввели в Иерусалим, его привели в храм, за него принесли жертву, прочитали половину пророчества Даниила, что один великий грек победит персидско-медийское царство. И что делает Александр Македонский? В своем городе новый, который он строит, в Египте, Александрию, из пяти кварталов, два он отдает евреям. Дальше, он приглашает евреев в армию с соблюдением всех правил субботы и иудейского, как говорится, кашлута и всего. Это было все. То есть, Александр Македонский это сделал и евреи очень хорошо и сегодня за него говорят. И получалось уже, когда после него, где-то 280-й год до нашей эры, царь Египта Птоломей пишет иудейскому первосвященнику, просит людей, чтобы перевели Писание на греческий язык. Потому что много греков пробовали и Бог поражал их не разум сумасшествием. И когда приехали эти 72 человека, я уже рассказывал, им сделали... Ты говоришь о септуагенте? Да. Я говорю о септуагенте. Подей воды. И это было благословение... о переводе 70-ти, это так называемое. Давай, продолжай. И сегодня многие пользуются именно этим переводом. Хоть евреи сейчас немножко начинают восставать против него, но основной мир пользуется именно этим переводом 70-ти толкователей, 70-ти священников. И возвращаясь к Украине и России. Хорошо. То есть, другим словом, что ты настаиваешь на то, что предназначение, которое было на Украине, то есть, для Украины, так скажем, оно не было исполнено. Да. И то, что происходит сейчас, это ну не наказание, а это предостережение того, с чем украинцы должны заняться в России. Дело в том, что если бы больше украинцев ехали, проповедовали, возможно, этого безобразия сейчас бы не было. Возможно. Но это твоя теория. Ну, это не моя теория, Юра. Я исхожу из книги Ионы. Снова же, я исхожу из того, что были многие пророчества сказаны за это. Ну, как говорится, мы члены, например, одного направления, хоть я говорю, я люблю все направления, разделить, то есть со всеми имею очень хорошее отношение. Когда я был в Украине, я работал среди шести динаминаций, и, слава Богу, все было нормально. Вы знаете, когда человек проповедует Евангелие, его принимают, а когда он начинает проповедовать динаминацию, его гонят. Почему? Потому что это не наше. Юра, то, что в Украине образовались десятки, десятки ветвей, отвлетвлений, даже в евгангельском движении, как ты расцениваешь это? Наверное, десятки, это минимум, я сказал. Там, наверное, 30-40 минимум. Да, 40. Дело в том, что, когда я уезжал в 2008-м, было 20. Потом я приехал через лет 5 в Украину, и однажды я, ну, эту цифру сказал Наритюра, уже не 20, уже 40. То есть, и в большинстве снова же это делали люди, которые недавно покаялись. Которые недавно покаялись, то есть, желание денег и желание власти, желание доминировать. И вот Бог сегодня работает для того, чтобы сильно высокое унизить, а сильно униженное немножко поднять, то есть, выровнять. С другой стороны, дать человеку в сердце желание проповедовать другим. Ну, сегодня даже многие христианские капелланы, даже из евангелистов, они идут к ребятам туда на фронт, и там проповедуют, там молятся за них. и многие там люди каются, отдают свою душу, как говорится, свою жизнь Иисусу Христу, вручая ему. Юра, у меня перед глазами знаешь, какой стоит сюжет? Мне выслали видео, там, где, видно, капеллан находится в окопе, открыл Новый Завет, видно, что Новый Завет, и читает 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит, прибежище мое и Бог мой, защита моя, на которого я уповал. И там перечисляет, не боишься ужасов ночи, заразы, ходящие во мраке. То есть, ужасов ночи, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, подут подли тебе тысячи, десятки тысяч, одеснуют. И вот это он читает, а его товарищ с оружием, с автоматом, отстреливает от оккупантов, от этих варваров, варвары. Кстати, это в тему. Ты знаешь, что такие, апостол Павел говорит, я варваром, деленом должен не варвар. Ты знаешь, что это такие или нет? Ну, это ближе к нашим, к славянам. Совершенно верно. Это, вы не знаете, друзья, может быть, откровение сегодня скажу, впервые на импакте, на влиянии, о том, что, почему их называли варварами. Ты знаешь, когда они нападали, воевали, это же древние племена, населяющие российскую местность, империю, впоследствии явлившуюся. И, когда они нападали, они кричали друг на друга варвар, 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 и их назвали варварами. Затем поменяли варвар-вар уже после 17-го года, когда пришли к власти коммунисты, они, когда, там же же войны были вот эти, и они поняли, что кричать дальше варвар-варвар-вара, используя лексикон их предков, это, ну, недостойно. И они поменяли вместо варвар-варвар-вар они начали кричать ура, 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 ура. Так, вы скажете, откуда я это взял? Я, Юра, я представляю шквал критики, которая после этих слов, что я, как россияне это варвары, это научно обосновано и доказано, кем, Юра, Кирилл об этом говорил, Кирилл об этом говорил, это видео, видео, когда Кирилл, он был, он был, он возглавлял смоленскую митрополит, митрополит, да, митрополию, и он преподавал в некоторых учебных заведениях. Мне лет 5-6, ну, даже больше, нет, это еще до крымских этих событий произошло. Мне попало видео, там, где он преподает урок и предмет, кто такие варвары, и он прям чисто русским языком, чем он владеет прекрасно, он рассказывает, что варвары, это же мы, это славяне были. И, и что интересно, что интересно, это я уже из, так сказать, некоторых внутренних кулуаров вычислил, обнаружил материал, что после того, что Россия сделала с Крымом в 14-м году, быстро начали подчищать интернет, для того, чтобы убрать учения Кирилла, и что россияне это варвары, ну, не гоже, мы же великая держава, как варвары. Поэтому, друзья, вот то, что вы услышали сейчас, это не с головы выдунуло, не в кошмарном сне приснилось, это научно обоснованно, что варвары, они населяли Российскую империю. И потом с этих варваров уже получилась, ну, империя получилась, царская Россия, так называемая, да, и то, что ты рассказываешь, происходит сегодня в Ерпене, происходило в Буче, происходило ночью в Одессе, бомбят, этой ночью, бомбят Одессу. Юра, это следствие, знаешь чего? Вот эти варварские, варварские... Великодержавный шовинизм. Шовинизм великодержавный, вот это все, то, что там было накоплено столетиями от предков, оно же генетикой, генетически оно же передается, и вот это варварство, что происходит, это ничто иное, как следствие и результат того, кем они были. Я прошу прощения, я ничего не имею против России, я ничего не имею. Я имею против вот этого великодержавного, как ты говоришь, шовинизма, который очень тесно и близко связан с нацизмом и фашизмом. Вот против этого мы имеем. Поэтому, Юра, продолжай. Хорошо, Юра, я тоже, например, против России, как страны, как людей, я не имею ничего. Дело в том, что там живет моя сестра, но то, что делает сегодня армия, то, что делает все, ну, это наше порицание этому всему. Но меня это тоже сегодня мало интересует. Меня интересует Украина как проводник Божьего благословения не только для России. Я знаю, сегодня мои друзья работают в Италии, в Чехии, но извини, это уже люди, в Польше, десятки церквей, сотни церквей открыты. Сотни церквей. И люди, которые в наших церквях сидели на задних лавках, им не давали возможности. Им не давали возможности. Юра, что интересно, ты прямо вложил слово в мои уста. Это последние данные. То, что происходит сегодня в Европе с славянскими церквами, украинскими, украинцами, разными динаминациями, евангельского направления открыты сотни церквей. Украинские пастыря, не российские, что интересно, не российские. Украинские пастыря сегодня, в хорошем смысле этого слова, оккупировали Европу. Церква открывается, буквально, ну, несколько сотен церквей за короткое время. Это то, что в мои уши внесли в Англии, в Нидерланды, в Чехословакии, в Польше, в Венгрии, в Виталии, в Италии, в Англии, то есть в Германии сотни церквей открыты. Так что Кейлор Хатсон был прав. Возможно, да. Возможно. Невозможно, а точно. Точно. Юра, я сделаю поправку. Если бы Украина делала в России то, что Россия делает в Украине, я бы стоял, знаешь, на чьей стороне? На русской. На России. Но это варварство, что они учинили. Учинили. Возможно, Путин возомнил себя Александром Македонским или Наполеоном Бонапартом. Кем он себя возомнил? А оно в него не пошло. Ну и не пойдет. И не пойдет. Я просто не хочу говорить за это. Меня политика мало интересует. Дело в том, что я когда-то рассказывал, меня приглашали в Украине в многие политические партии. Говорят, у тебя язык подвешенный, можешь говорить все. Я говорю, ребята, поймите, Бог поставил меня служителем. Как я буду говорить людям о том, зная, что оно не сбудется? Зная, что это ложь. Но почему Даниил был, так сказать, при дворе? Если бы ты при дворе был бы? Я не Даниил. Я не Даниил. Я Юра или Нури Аскеров. Все. Я маленький человек. И мне Бог дал Священное Писание. Я на него смотрю. Все. И я смотрю. Великое благословение, которое придет с Украины в многие страны, тем более сейчас. Я не пророк. Я не знаю разума людей, но я знаю, что сегодня многие люди дают обеты пред Богом. Дают обеты. Господь, сохранишь мою жизнь. Я сделаю все, что ты хочешь. И я знаю, что эти обеты сегодня даются. И значит, после этого эти обеты будут оживать. И люди пойдут. Найдутся люди, которые будут помогать. Потому что, например, я когда-то в Сакраменто говорил, например, 10 семей могут спокойно содержать одного миссионера. Спокойно. Или в Украине, или в России, или где-то. Спокойно. 10 семей. Плюс. Теперь, они будут приезжать туда, насмотреть плоды своей работы. Как работает тот человек, которого они послали. Туда будут ехать их дети, для того, чтобы участвовать в этой миссии. Хоть немножко, хоть 2-3 дня. Хоть где-то помолиться, хоть где-то спеть, хоть где-то что-то сделать. И это, извини, маленькие капли воды, которые падают в засухшую землю. Я знаю это. Но люди этого наши не хотят. Для наших людей нужно потрясение. Знаешь, как русская пословица, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот так же само и у нас. Да, нам хорошо. Да, нам благословенно. Да, мы в зоне комфорта. Да, мы имеем все. То же самое сегодня в Украине. Люди имеют все. Некоторые имеют даже больше, чем имеют в Америке. Куда им рыпаться? Куда им идти? Зачем? Но Бог хочет использовать, говорится, чтобы этот человек был его соработником. Был его соработником. И ты знаешь, как прекрасно чувствовать, что ты соработник Бога. Другими словами, Он взял тебя в свой удел. А знаешь, что такое удел? Это его часть, которую он отдает мне. И это огромное благословение. Ты в уделе Всевышнего. И этот удел теперь твой. И я знаю, что многие люди сегодня, они готовятся к этому. Они готовятся. И ты знаешь, очень хорошо, когда миссионерские школы учат миссионера делать то, что он должен делать. Не давать ему то, что ему не надо. Мусор, который ему не нужен, будет вообще. Один из моих учеников, я в Америке встретился с ним, он мне рассказал интересную историю. Я у него спросил, ну как ты? Он говорит, был на миссии, я уже не помню, где этот поселок, это был районный центр. Говорит, меня кинули одного. Одного. Ну, даже апостолы ходили по двое, а его одного. И он говорит, я говорю, господи, а что мне делать? Говорит, посмотри конспекты. И он мне говорит, брат Нурий, я открыл ваш конспект, я посмотрел это все, и как результат, говорит, главврач, если не ошибаюсь, был член моей церкви, дочка депутата, член моей церкви, учителя, члены моей церкви. Почему? Человек готовился к миссии, человек просил, как говорится, милости у Бога. Бог дал свои откровения, и Бог повел его. Потому что, знаешь, если сегодня говорят, ну, в истории церкви был нехороший случай, это был перхом, человек, который имел библейскую школу, у него там люди на языках заговорили, и он их всех на миссию погнал. Без образования, без ничего. Он думал, что если люди имеют языки, значит, будет все нормально. Ну, результат всем вернулись. Ничего, нету знаний, нету понятий, нету ничего. Нехорошо, душа без знаний. Аминь. Так слово можно говорить. Аминь. Дело в том, что очень много раз, например, моя миссия с многими людьми, особенно на улице, была в чем? Человек говорит со мной, и он задает мне каверзный вопрос, и он получает на него ответ. Я говорю, откуда? Я говорю, а, ребята, что вы думали, что верующие такие тупые, забитые люди? Однажды нас пригласили к одному человеку, он смотрел на нас таким презрением, думал, какие-то, ну, и он мне первый... Второго сорта. Да, даже не второго, третьего, на нас смотрел так. И когда он мне задал вопрос, говорит, а ты знаешь, что ваша библия фикция? Я говорю, а ну, давайте отсюда сначала, ну, поинтереснее. И он мне рассказал, что вашу библию там переписывали, калашматили и все. Я говорю, хорошо, стоп. Вы Шекспира читали? Читал. В каком году? Ну, издание где-то современное. А вы знаете, я говорю, что сколько раз он переиздавался, переводился, и сегодня, когда берут оригинал и смотрят... Подлинник. Ну, подлинник, да, и смотрят то, что сегодня это две разные работы. Ну, да. Я говорю, а знаете, как библия переписывалась? Я ему начинаю рассказывать. Сидел человек у евреев, это был святой человек, и вот, по определенным правилам он переписывал, если на всю Тору сделано 10 ошибок, или даже меньше, все, она уже непригодна для чтения в синагоге. Я говорю, когда кумранские рукописи нашли и сверили с сегодняшней Торой, идентично, та же самая книга, и наш собеседник потух. А потом мы ему начали уже говорить за священное писание. Кстати, наши оппоненты с тобой, даже сегодня, которые встречаются, возможно, в эфире с нами, или в повторе смотрят, они ссылаются на слово полку Игорева. Слово полку Игорева было больше тысячи лет назад. где-то там вот есть некоторые, или это рукопись, или это какие-то подлинники, ну, подлинники не сохранились, но какие-то манускрипты там сохранились. Слово о полку Игореву. Так, обычно я говорю так, Библия, Библия, практически, как ты говоришь, Исаия в кумранских находках, так это она датирована, смотри, оригинал датирован за 700 лет до рождения Христа. 700 лет до рождения. То есть, нашей истории, библейской истории, это несколько тысяч, несколько тысяч. И это не только манускрипты кумранские, там же остались еще, с каких годов, Юра, напомни мне, поправь меня, Старый Завет и Новый Завет, он датирован чуть-чуть уже где-то 7-8 веком, потому что говорили, храм уничтожили, и потом нашел, при Иосии нашли рукопись, и тогда Бог проговорил к Иосии, что храм будет все уничтожено. Так я к чему? Да, совершенно верно. Так мы ссылаемся на слово полку Игорева, вместо того, чтобы, так сказать, считаем это авторитетом и отвергаем авторитет, этой жизнедающей Библии, Слово Божьем. Юра, у нас осталось две минуты, у нас две минуты. Мы с тобой хорошо так прошлись по Украине и прошлись по России, то есть небольшой анализ у нас получился, и все-таки ты с надеждой смотришь на происходящее. Юра, я не с надеждой смотрю, я с верой смотрю, потому что будучи в Украине, я видел в украинских церквях огромнейший потенциал, огромнейший, и огромнейший потенциал в людях, которые ходят в церковь. Бог их благословляет, Бог их открывает, и они и молятся, и они сегодня ждут того времени, когда они пойдут делать то, что Бог предопределил для них. С другой стороны, мы уже видим, что частично исполняется то, что сказал Тейлор Хадсон. Уже в Европе много церквей, которые организовали именно украинцы. Именно. Почему? Мы видим то же самое в России. Много украинцев. Хоть, извините, их сегодня и там притесняют, прищемляют, но давайте не забывать то, что Урал, Сибирь и Дальний Восток, коренное население, там, в большинстве украинцев. Почему? Столыпинская реформа. Если кто этого не помнит, я напомню. Дело в том, что Столыпин издал указ. Переселение народа. И получается, много украинцев хотели иметь землю, а в Украине им не давали, потому что большаяность, они ишли в Сибирь, они ишли на Урал, и потом они поднимали, и буквально в 1914 году Российская империя вышла на первое место в мире под темпом экономического развития, благодаря тем же самым украинцам. Совершенно верно. Это исторический факт. Это история. Если кто не верит, книга вот автора Юлиана Семенова, он прекрасно описывает это. Это прекрасный историк. Я тоже любил его читать. Друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Юра Аскеров был с нами. Юра, в следующую передачу мы поговорим о происходящем в Америке. Это боль и скорбь наших сердец всех о происходящем, к сожалению. Друзья, будьте благословенны. Будьте благословенны. Благодарим сердечно, что вы были с нами. Всего хорошего. Оставайтесь на влиянии на импакте. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова